МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на седьмом канале. В студии Алексей Кован. Главным темам этого дня. Приговор так и не прозвучал. Назначение экспертизы фактически затягивает рассмотрение данного уголовного дела. Суд не стал выносить вердикт по делу Юрия Лапшина и Константина Мандрова. Вскрылись новые обстоятельства. Всем выйти из воды. Что это? Ну, показуху это сделали. Сейчас вот прошли, отошли мы, снова полезли в реку. Что, не полезли? Силовики и чиновники всерьез взялись за горожан, которые купаются в неположенных местах. Сегодня составили несколько протоколов. Город в траншеях? Я понимаю все неудобства горожан, но я попрошу потерпеть, потому что это реально делается для города. Энергетики нацелены на рекордный ремонт. За сезон в Красноярске заменят 50 километров труб. Аппетитный гастротур. Мы начинали коптить сало, корейку. С этого начинали. А потом уже приобретали оборудование. Красноярские фермеры организуют экскурсии на свое производство. Здесь можно сделать сосиски своими руками и съесть их. А теперь обо всем подробнее. Приговор Юрию Лапшину и Константину Мандрову снова перенесли. Причиной стала тяжелая болезнь экс-председателя правительства. Из-за нее разбирательства могут затянуться минимум на месяц. А Юрий Лапшин не получить реальный срок. Подробнее об этом в сюжете Алифтины Сасовой. Это единственное, на что я рассчитываю. Услышать решение без каких бы то ни было прогнозов. Но на всякий случай Юрий Лапшин уже подготовил вещи, если сразу с заседания отправится в колонию. С собой в суд он их не взял, но намекнул, что все необходимо, есть в багажнике его машины. А вот другой участник дела, Константин Мандров, в зал суда зашел уже с сумкой. Но вещи для колонии не понадобились ни первому, ни второму подсудимому. Заседание приняло неожиданный поворот. Было сообщено о наличии тяжелого онкологического заболевания. В связи с этим суд не может оставить без внимания обстоятельства, которые стали известны всем. Речь идет о здоровье Юрия Лапшина. О наличии онкологии он рассказал на последних прениях. А потому суд решил повременить с приговором и возобновить разбирательство с учетом новых обстоятельств. Ведь если тяжелая болезнь подтвердится, экс-председателю правительства не смогут дать реальный срок. По состоянию здоровья. Напомню, прокуратура потребовала отправить его в колонию на 6 лет. Константина Мандрова, экс-руководителя краевого транспортного управления, на 12 лет строгого режима. Оба проходят по делу о Красноярском метро. Лапшин якобы превысил должностные полномочия и дал указание подписать акты приемки проекта метро. Хотя работы не были выполнены. А Мандров подписал акт с заведомо ложными сведениями. Оба дела объединены в одно. Так что отсрочка приговора для Лапшина означает и то, что Мандров тоже пока не попадет за решетку. Суд запросил медицинскую экспертизу для экс-председателя правительства. Прокурор же назвал это затягиванием процесса. Полагаю, что в настоящее время можно постановить итоговое судебное решение. Назначение экспертизы фактически затягивает рассмотрение данного уголовного дела. Но суд не прислушался к стороне обвинения. Сам Жилапшин говорит, разбирательство не затягивает, просто поздно узнал свой диагноз. Процесс такого рода, который прошел меньше, чем за год, и мы затягиваем процесс, побойтесь Бога. Документы почему вы приложили к консультации? По мере постановки диагноза и проведения операций соответствующей. Но нееносно после получения выписки из истории болезни соответствующие документы были представлены в суд на следующий день. Журналистам Жилапшин заявил, что чувствует себя хорошо. Тем не менее, теперь разбирательства пойдут по новому кругу. Одна только экспертиза займет около месяца. Получено заключение экспертизы по итогам его изучения в ходе судебного следствия. Снова будет проведена стадия судебных премий сторон, а также последнего слова. После чего также судья удалится для принятия итогового решения по делу. Следующий суд пройдет 2 июля, а о дате приговора даже гадать теперь рано. Альфтина Асасова, Дмитрий Комаров, 7 канал. Житель Сосновооборска домогался до несовершеннолетних девочек и отправлял им интимные фотографии. На это в сети пожаловалась одна из школьниц. Судя по переписке, мужчина просил, чтобы она оказала ему некую услугу за так называемый презент. А потом отправил ей непристойные фото из интернета. На ее пост откликнулись еще несколько девушек, у которых были подобные переписки с этим мужчиной. В том числе и 14-летний подросток. Девочки боялись обращаться в полицию, не хотели, чтобы обо всем узнали родители и одноклассники. Однако на ситуацию обратили внимание в следкоме. Правоохранители ищут пострадавших. Началась доследственная проверка. После нее будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция задержала тех самых безмятежных воришек, которые не спеша пешком прогуливались по городу и обворовывали торговые точки. Именно они в феврале этого года также, не торопясь, обчистили магазин вейпов и вальяжно удалились с добычей к себе домой. Как выяснилось, парочка неторопливых воришек орудовалась с декабря прошлого года. На дело шли в медицинских масках и защитных костюмах. Они не гнушались ничем, брали духи, строительные инструменты, компьютеры. Всего на их счету минимум шесть эпизодов с общим ущербом в миллион рублей. Поймали их при попытке также неспешно вынести электроинструменты из ремонтируемого офиса. Теперь им остается только извиняться. Вину признаю свою полностью, раскаиваюсь, содеянно. Но впредь больше такого не повторится, прям осознал полностью. Ну, готов исправить свою вину полностью перед всеми. Перевозчики просили поднять стоимость проезда в автобусах до 54 рублей. Обращение к властям они направили еще в марте, как только это стало возможно. Под обращением вновь поднять тариф подписались больше половины перевозчиков города. После экспертизы в Министерстве тарифной политики края установили, что цена все-таки будет меньше, чем изначальное предложение перевозчиков. Поездки на классическом бензиновом, дизельном, общественном транспорте обойдутся в 44 рубля. На электрическом, электробусах, троллейбусах стоимость составит 40 рублей. Окончательное решение об увеличении стоимости тарифа примут 28 июня на заседании министерства. Далее в двух словах расскажем о других заметных событиях. Масштабные отключения в двух районах Красноярска отменяются. Без холодной воды планировалось оставить Ленинский и Кировский районы, а также поселок Березовка. Но Краском досрочно выполнил работы по подготовке в оборудовании к зиме. Исключение это локальные отключения холодной воды в небольшой части Ленинского района. Это связано с ремонтом водопроводной станции в Черемушках. Оперативники поймали подозреваемого о убийстве пенсионера в гараже на окраине Минусинска. Им оказался 24-летний житель поселка Кошурниково. По версии следствия, парень, гуляя в гаражах, решил угнать машину пожилого человека. Он напал на него и ударил один раз ножом в шею. После этого преступник попытался завести автомобиль, но ему это не удалось. Затем он бросил задуманное и уехал в поселок Кошурниково, где проживал. Мертвого пенсионера у ворот гаража заметили проходящие мимо люди. Мужчина переехал 12-летнюю девочку во дворе на 9 мая. Осторожно, далее будут жесткие кадры. Отечественная машина заезжает во двор, как тут перед ее капотом появляется ребенок. Водитель не успел среагировать и переехал в велосипедистку. Однако время, чтобы затормозить, было. Почему это автомобилист не сделал, теперь предстоит выяснить полицейским. Кстати, водителя проверили, он был трезвым. Снежный бар вздыхнул в камеру фотоловушки Саяношушенского заповедника. Да так, что объектив запотел. Сначала краснокнижный обитатель заинтересовался фоторегистратором и решил его обнюхать. Но после этого глубоко на него выдохнул. Сотрудники заповедника поделились этим видео и шуткой о том, что туманы на охраняемой территории рождаются от дыхания уникальных кошачьих. Красноярцы игнорируют знаки «Купаться запрещено» и заходят в воду в диких пляжах. Разумить граждан и вытащить их из опасной воды решили полицейские и представители администрации районов. Рейд проходил на озере парк «Октябрьский». Жара сделала свое дело и у воды не протолкнуться. Однако пляж здесь, как и большинство, в городе открыт только для загара. Но отдыхающих такой расклад не устраивает, и многие на свой страх и риск лезут в воду. Проверяющие раздавали нарушителям памятки о том, как безопасно провести время на воде. На тех же, кто не спешил покинуть озеро, составляли административный материал. Теперь им грозит штраф от 500 до 1000 рублей. Отдыхающие говорят, плавают в запрещенном месте из-за отсутствия безопасной альтернативы. Что это? Ну, показуху это сделали. Сейчас вот прошли, отошли, мы снова полезем в реку. Что, не полезем в озеро? Полезем. Водоемов не хватает для города. Вот я с Копылова приехала сюда. А почему не поехали на регистрационный, на острове Татышево? А там что, ближе? Там тоже не ближе. Ну, там хотя бы безопасно. Там один пляж оборудования, и все. А остальное не сей. Пожалуйста, ныряй и утопись. Как добраться до водоема-то? Хочешь уже жарать. Это не опасность. Это не опасность. Ну, то есть опасности, по-моему, намного больше вокруг нас окружают. Однако специалисты говорят, таблички «купаться запрещено» стоят не для красоты. На то есть ни одна веская причина. Не очищено дно водоема, отсутствие спасателей. Поэтому рейды будут проводить до конца лета. Сейчас единственное разрешенное место, где можно окунуться в Красноярске – водоем возле Октябрьского моста на острове Татышев. Там проведены все мероприятия, и получено санитарное заключение Роспотребнадзора о том, что вода и песок соответствуют нормам. В остальных местах заходить в воду опасно. Исследованы ни подходы, ни подступы, что там творится над ней, какие бетонные, металлические изделия и так далее. Уже не раз случаи были такие. И, естественно, нет никаких медпунктов, нет никаких спасателей, которые могли бы оказать помощь. Глава Красноярска Владислав Логинов выступил против строительства так называемых «человейников». Напомню, на прошлой неделе городские депутаты разрешили строителям возводить больше квадратных метров на участке, не входящей в зону КРТ – комплексного развития территории. В такой зоне, согласно правилам, можно строить до 18 тысяч квадратных метров на гектар. А вне зоны КРТ – 13 тысяч. Но строители попросили разрешить им возводить больше там, где планировка застройки была утверждена до принятия таких правил. А это почти половина города. Депутаты им разрешили, а глава города отказал и вернул это решение назад в Гурсовет. Теперь народным избранникам предстоит обсудить плотность застройки еще раз. Стоит добавить, что на решение Логинова повлияло мнение губернатора Михаила Катюкова и прокуратуры. 50 километров труб планируют отремонтировать в этом году коммунальщики. Сейчас работа идет на 25 участках в городе. И это всего лишь только треть. Все планируется сделать 74. Почему в этом году сделан упор на ремонт тепловых камер, расскажет Евгений Назарчук. А в целом, когда мы Горького вообще оставим? До конца июля. Еще месяц и дорогу на Горького полностью откроют. Сейчас для проезда автомобилистам здесь оставили только одну полосу. Это дело рук коммунальщиков, которые полностью обновляют тепловые камеры, прилегающие к ним трубы, а также запорную арматуру. Из сложностей работы людей и габаритной техники на небольшой территории. Сложности как таковых это просто стесненность, потому что историческая часть города, напряженное движение. Здесь на Горького одновременно работают три подрядчика. Все они местные, а значит понимают, как важно завершить весь объем ремонтов точно в срок. Для этого у энергетиков есть запас материалов, техники и квалифицированные специалисты. Перед тем, как опустить вот эту трубу в камеру, ее предстоит покрасить. Сначала на нее нанесли антикоррозийный слой, потом два слоя вот этой грунтовки. А после того, как все это высохнет, на нее нанесут черный защитный слой. Благодаря этому срок службы трубы увеличится в разы. Для удобства красноярцев коммунальщики создали карту работ. Ее адрес в интернете вы видите сейчас на своих экранах. Перейти на сайт можно и используя телефон, отсканировав этот QR-код. Он будет на экране до конца сюжета, чтобы вы успели им воспользоваться. Там собраны участки, где сейчас в Красноярске идет ремонт, а где только планируется. Все они разведены по времени, чтобы город не парализовали пробки. Почему именно особый упор мы в этом году ставим тепловым камерам, делаем на тепловые камеры? Это особый опасный объект, потому что попадает с дороги, к сожалению, вода. Идет ускоренный коррозионный износ, и камера становится небезопасной. Поэтому, так как здесь довольно-таки оживленное движение, особый упор мы сделали по улице Горького на тепловые камеры. После ремонтных работ территорию предстоит благоустроить. Посеять газоны и положить асфальт. И это тоже ответственность подрядчика. Прежний вид улицы Горького энергетики СГК вернут в конце июля. Я понимаю, в общем-то, все неудобства горожан. Но я попрошу потерпеть, потому что это реально делается для города. Для того, чтобы у нас было гарантированное отопление. Для того, чтобы не было аварий. Поэтому здесь большая просьба с пониманием к этому отнестись. Всего в плане этого года отремонтировать, построить и модернизировать 50 километров тепловых сетей. Масштабную программу энергетики реализуют уже 4 года. За это время в городе уже обновлено больше 200 километров сетей. Всего в модернизацию тепловой инфраструктуры города СГК намерено инвестировать 18 миллиардов рублей. Эффективность этих вложений, говорят энергетики, доказывает прошлая зима, которую город прошел спокойно. Евгений Назарчук, Павел Иваницкий, 7 канал. Вы смотрите новости 7 канала. Наш телефон 2-900-333. Продолжаем выпуск. Изменится больше, чем останется привычным. Стало известно, как будет выглядеть музейный комплекс «Мемориал Победы» на шахтеров после реконструкции. Вечный огонь перенесут в центр площади, а памятник воину-освободителю Алёше развернут лицом к музею. По задумке он будет встречать и провожать посетителей. Сотрудники музея назвали это «Путь солдата», проходя которым посетители смогут ознакомиться с основными событиями Великой Отечественной войны и историей самого мемориала на интерактивных панелях. Количество имен бойцов на мемориальных досках увеличится в 2,5 раза. Было 12 тысяч, станет 30. Стены будут в белых тонах, как символ светлой памяти. Это и исторический объект, и объект исторической памяти, и объект памяти о Великой Отечественной войне. И абсолютно справедливо в своем послании губернатор Красноярского края Михаил Михайлович Котюков сказал о том, чтобы привести к дню 80-летия окончания Великой Отечественной войны, к дню нашей победы Великой Отечественной войны, все объекты. Но, конечно же, это объект номер один, наш мемориальный комплекс. Сейчас работы в самом разгаре. На площади меняют брусчатку, обустраивают новое место для вечного огня. Благоустройство площади и реставрация фасада здания завершатся до конца ноября. А вот внутри музея работы продолжатся вплоть до 8 мая. Парк комбайнов «Агрария в крае» усилит технику отечественного производства. Это удалось достичь по итогу рабочей поездки Михаила Котюкова в Ростов-на-Дону. Там для него провели настоящую экскурсию по цехам легендарного завода «Ростсельмаш». Подробности в сюжете далее. Михаил Котюков с любопытством смотрит на агрегат колесной машины. Губернатор во главе делегации от Красноярского края работают в Ростове-на-Дону. Один из пунктов деловой программы – визит на комбайновый завод. Экскурсию проводит сам генеральный директор завода «Ростсельмаш». Его предприятие – одно из крупнейших производителей и разработчиков сельхозтехники в стране. Красноярский край – наш стратегический партнер. Мы давно работаем в регионе. За последние три года представлено около 500 единиц техники. Это и комбайны, и трактора, и различные почвопроводящие, принципная навесная техника. Техника зарекомендовала себя достаточно хорошо. Соответственно, у нас налажено отличное сервисное обслуживание на базе нашего дилера. Михаилу Котюкову представили и возможности нового тракторного завода. Его запустили только в этом году. Глава региона договорился с руководством компании о выгодных условиях для аграриев нашего региона. Так планируется поставка комбайнов и комплектующих для них на льготных условиях. Что важно, практически все составляющие техники отечественного производства. 90% всех комплектующих уже российского производства означает, что и с ремонтом будет все в порядке, и с запчастями будет все в порядке, и в перспективе, конечно, думаю, что технология будет оттачиваться, что, конечно, мы рассчитываем, будет сказываться и на цене, в самую положительную сторону. Конечно, для нас много удобнее, чем было раньше. Очень много электроники, комфортные условия созданы для водителя. Итогом встречи стало заключение соглашения о развитии сотрудничества. Подписи под документом поставили министр сельского хозяйства края Илья Васильев и первый заместитель директора завода Алексей Швейцов. Соглашение подписано. Несмотря на сложные климатические условия, аграрии края ежегодно добиваются самой высокой урожайности. Сбор зерновых и зернобобовых по итогам прошлого года в крае составил больше 26 центнеров с гектара. И останавливаться на достигнутом наш регион не планирует. По объему производства сельхозпродукции Красноярский край стабильно в тройке лидеров Сибирского федерального округа. Наталья Коптелинина назначена депутатом Государственной Думы. Центр Сбирком принял решение о передаче ей мандата. Напомню, место в парламенте освободилось после смерти Артура Челенгарова. Оно досталось Наталье Коптелининой, потому что именно она была следующей в партийном списке. Его составили еще три года назад для выборов в федеральный парламент. В течение пяти дней Коптелинина должна сложить полнопончая депутата Горсовета, а затем зарегистрироваться и получить мандат депутата Госдумы. Сама народная избранница поблагодарила всех за доверие и пообещала, что постарается быстро влиться в работу на новом месте. В Госдуме предложили приравнять запах поток к хулиганству. Инициатором стал Виталий Милонов. Он считает, раз неприятный запах неприятен людям, особенно в переполненном душном транспорте, то за это нужно наказывать. И штраф за нечистоплотность заставит грязнули образумица. Тем не менее, против Милонова выступили врачи. Они заявили, что причиной неприятного запаха может стать болезнь, а не отсутствие гигиены. Появится ли соответствующий законопроект, пока неизвестно. Может ли Красноярский край стать российским Голливудом? С 26 по 28 июня в Красноярске проходит третий международный форум кинопроизводителей в Красноярском крае. Его участниками стали 15 продюсеров крупнейших российских и зарубежных кинокомпаний, планирующих организацию киносъемок в нашем регионе. Каковы перспективы у края стать центром российской киноиндустрии, а также о бесплатных кинопоказах и мастер-классах в рамках кинофорума, говорим сегодня в студии 7. Смотрите программу сразу после новостей. Сделать сосиски своими руками, загадать желания у самовара и поиграть в снежки летом. Все это программа гастротура, организованного красноярским предпринимателем для детей, которые особо нуждаются в заботе. Что еще входит в колбасную мастерскую и как небольшое семейное предприятие может быть успешным уже четверть века, расскажем в следующем сюжете. Добродедовки сегодня солнечный снег. К игре в снежки, когда на улице жара за 30, присоединяются даже взрослые. В ведре чешуйчатый лед. Его используют при производстве колбас. Юным гостям разрешают заглянуть и в сам цех, и даже попробовать себя в роли его сотрудника. Детям очень все интересно, потому что это большие оборудования, которые шубят. Они же любят там всякое такое посмотреть. Также интересно покрутить сосиски самому, потрогать на консистенцию. Такой, как бы не каждый день встретишь где-то. Также любят сами побеситься на сеновале. У нас есть интерактивные сеновалы. Сделанные своими руками сосиски гости могут тут же попробовать. Угощают еще вяленым мясом, пирожками из русской печи и иван-чаем. На базе цеха предприниматели организовали гастротур, на который привозят ребятишек особых социальных категорий. Это инвалиды и дети бойцов СВО. Здесь они общаются, загадывают желания, бросая шишки в самовар и катаются в повозке. Здесь очень душевно. Здесь так все, как родственники нас встречают, привечают. С таким теплом относятся к детям. Столько внимания. Ну и вообще как-то сама вот эта атмосфера очень такая уютная, домашняя. Это и неудивительно, ведь предприятие семейное. У нас все по семейному, у каждого распределено по нескольку задачу. По две, по три, а то и просто. То есть все рецепты написаны мной, либо взятые в воздействии. Производство ручное. Для него используют и местное сырье, например, деревенские яйца. Семья Демитко в этом деле уже четверть века. Мы начинали коптить сало, корейку. С этого начинали. А потом уже приобретали оборудование и начинали производить колбасы. Колбасы, вареные сосиски – это трудное уже производство. В колбасной мастерской сегодня побывал Александр Рус. Хоть что можно закоптить? Нужно же просто все технологии, дым какой градус, какой не градус, как сделать. Тем более в копчении не так важно копчение, как важно соление и сушение. Сенатор отметил, в крае развито сельское хозяйство. Нужно продолжать его поддерживать, особенно фермеров. Просто как человек, как гражданин, как красноярец и селянин в душе, я буду стремиться к тому, чтобы наши горожане и селяне находили себя здесь. Чтобы у дома была очень свежая продукция, прямо с пылу, с жару. О важной задаче сенатор назвал помощь в организации сбыта. Чтобы как можно больше красноярцев могли попробовать натуральные продукты, которые изготавливают в пригороде краевой столицы местные фермеры. Наталья Архипова, Валерий Чащин, Седьмой канал. Спонсор прогноза погоды – бетонный завод номер один. Десятилетний опыт, контроль качества, разнообразие марок бетона и раствора, собственная спецтехника. Бетонный завод номер один. Строго по ГОСТу. И теперь информация о погоде. В четверг, 27 июня, в Красноярске солнечно, ветер восточный, 2 метра в секунду. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Ночью 17 градусов тепла, днем до плюс 31. К этой минуте у нас все сообщения. Если у вас есть свои новости, звоните в нашу редакцию по телефону 2 900 333. Присылайте фото, видео и текстовые сообщения на наши вайберы ватсап. Номер 8 391 2 900 333. А также в чат телеграм-канала. Ну и не забывайте о наших социальных сетях. С вами был Алексей Кован. Увидимся.